Посмотри, в чем состоит смысл задачи. У нас с тобой есть вот такая вот функция, которая показывает, как изменяется координата в зависимости от времени. Если мы с тобой подставим вместо t какое-то значение, то тогда мы получим какое-то число, которое будет нам с тобой давать собственное значение координаты по оси х. Она же с тобой спрашивает, в какой момент времени, то есть чему равнялась t, когда скорость в итоге вдруг стала равна 3 метрам в секунду. Давай разбираться, как мы это будем делать. Первое дело, раз у нас с тобой дано что-то про координату, а при этом спрашивают про скорость, то здесь попахивает производный. Почему? Потому что скорость это как раз-таки изменение координаты. А изменение чего-то, скорость изменения чего-то, это и есть производная. Поэтому первое, что мы с тобой возьмем, это мы с тобой возьмем производную, чтобы узнать теперь не как меняется сама координата, а как меняется скорость в зависимости от времени. Что я получу? Если я буду брать от этого производную. Производная t в квадрате двоек выпрыгивает вперед, степень становится на 1 меньше. Было 2, стало 1. Дальше. Минус 13t. 13 остается. Производная от t единичка. И производная 23 это 0. Получается тогда, что наша с тобой скорость меняется вот по такому закону. 2t минус 13. Подставляем вместо t что-то, получаем скорость. Нам же надо, чтобы вот эта скорость, которая вот так как раз таки считается, стала равна 3. Давай посмотрим, когда это происходит. Я сюда переношу, у меня получится 2t равно 16 и t равно 8. Это ответ 8.